Друзья, время новостей! Около 15 тысяч долларов, но потом цена выросла почти в 10 раз. Говорит, знаешь, известная пословица? Хорош тот кардиган, который принадлежал Курту Кобейну. Ну, я думаю, тут как раз ты в точку попал сегодня. Как и Кобейн, когда-то тоже попал в точку. Минутка черного юмора на телеканале Николая. И следующая новость с Японией. Японии обладателям тату запретили посещать бани и бассейны. Посетители, имеющих на теле татуировки, не пускают места для общественного купания больше половины японских отелей. Представляете? Стечет. А я не знаю, а знаете почему? Потому что в Японии, согласно их культуре, люди, которые имеют татуировки, они принадлежат к мафии, это мафиози. А я думаю, что на самом деле... Мафиози должны ходить грязные. Грязные дела, грязные люди. Грязные деньги. На самом деле, мне кажется, что эту инициативу придумали производители изоленты в надежде на то, что людям с татуировками нельзя будет куда-то приходить, и они будут татуировки делать. Что? Правильно заклеивать изолентой, красной, синей и все. А ты можешь себе представить вообще человека сейчас в изоленте, который пришел в бассейн? Когда у меня папа едет на машине, и там вот тоже кто-то нарушает, он говорит, ну что за гусь? Я понимаю, откуда это пошло. Как только Феднера догнали правоохранителя, тот извинился и сказал, что он больше не будет так делать. Потому что гусей больше нет. Все гуси уже... Ну вы представьте себе, более тысячи гусей, это не 20, не 30. Это это, о-о-о, мужик, пора гусей собрать. Что-то и гусей не могут собрать. Вот откуда пошла эта поговорка. С Японией? Конечно. В Китае. В Японии там татуировки. А, то татуировки. В Японии татуировки, в Китае гуси. Все, я запомнил. А все они в баню ходят. Только кроме тех, у кого татуировки. Да. В Британии начали продавать таблетки от селфи-зависимости. Представьте себе, они не обладают лекарственным эффектом, а только освежают дыхание. Для продажи таблеток также создали специальный сайт Anti-SelfieTables.com, который в момент написания новости уже не работает. Так. А есть какие-то таблетки от производителей? Таблеток от производителей селфи. Ну, мне кажется, это более шуточный вариант, потому что селфи сейчас очень сильно распространено. Это очень серьезно. Я смотрю, как Миша делает все селфи-зависимости. Таблеточки. Прими, пожалуйста. Принял. Освежил дыхание. И дальше делает селфи со свежим дыханием. И дальше уже в морге делают селфи другие люди с ними. А, это такая радикальная борьба с селфи, да? Цыганит. Ну, мне кажется, что больше даже пытаются сделать себе рекламу на фоне всеобщего увлечения селфи. Ну, согласитесь, если серьезно, что селфи не самая страшная проблема нашего социума. Вот гуси. Вот гуси, татуировки и скотч на теле. Ну, в целом, люди, которые употребляют таблетки, это проблема. Вот. А мы с помощью так вот пытаемся не пейте всякую гадость. Делайте селфи. Абсолютно. Мы за селфи, против таблеток. Да. И хорошая новость. Так. Касательно Николаева. Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание николаевским артистам, скульпторам и художникам. По случаю всеукраинского дня работнику культуры и мастеров народного искусства. Среди них есть, а Миша знает о ком я говорю, потому что он делал постоянно рубрику о скульптуре, это Юрий Макушин. О, здорово. Да. Поздравляем. Ему президент присвоил звание народного художника Украины. Что же, друзья, вот такие сегодня у нас были новости в городе 512. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.